Всем привет! С вами Дмитрий Михайлов и вы на моем канале Комин Бай. Для тех кто меня первый раз видит, я продаю и устанавливаю дымоходы на территории Республики Беларусь. Сейчас я нахожусь в городе Воронеже. В компании Ferrum Craft меня пригласила для общения, для обмена опыта, возможно для кого-то дальнейшего сотрудничества. Это видео будет полезно именно для тех, кто купил тепловой агрегат, банную печку, камин, твердотопливный котел, возможно пилетный котел, а может быть газовый котел закрытый или открытой камеры сгорания, может быть вообще кондиционный котел. Поэтому это видео поможет вам просто определиться, либо по крайней мере прислушаться к мнению профессионалов, которые советуют из какой нержавеющей стали и какой толщиной поставить дымоход именно для вашего котла. А знаете кто на этот вопрос ответит? Коммерческий директор компании Ferrum Craft, так я нахожусь сейчас в Воронеже. Человек, который прошел с гаражного производства в автоматизированное. Руководитель одного из крупнейшего предприятия в России Фролов Илья Владимирович. Человек, который знает о дымоходах очень много. Всем добрый день. Я тоже как преступление тогда сделаю. Мы компания, которая 15 лет уже производит дымоходы на российский рынок и на рынок ближнего зарубежья. У нас большая номенклатура, несколько линейных домоходов предназначенных для разных отопительных аппаратов, для разных видов топлива. Две рекомендации уже от самого Ильи. Это его личное мнение, потому что кто подписан на мой канал, они знают мое мнение по поводу тех марок стали, которые должны использоваться для определенных видов тепловых агрегатов. Я этот вопрос сейчас задам Ильи, потому что это довольно такой вопрос щепетильный и при выборе дымохода. Первый вопрос. Для газовых котлов, которые используются в частных домостроениях, неважно, закрытая и открытая камера сгорания, газ у всех одинаковый. Единственное, что может быть количество конденсатора разное. Да, ну давайте возьмем так. Для обычных бытовых газовых котлов, какую марку стали вы рекомендуете? И какой толщиной сразу же? 316-я сталь толщиной 0,5 мм. Слышали все? Да, это реально проблематично. Я полностью здесь согласен, что 316-я будет стоять на любом газовом оборудовании. Никаких проблем с ней не будет у вас. И по толщине металла здесь, я считаю, что 0,5-0,6. Скажу так, итальянцы даже используют 0,4. И не надо об этом скрывать. Да, то есть это та марка стали, которая будет стоять. Хорошо. Но с ней проблемы. Ее, как правило, найдут под заказ. Наличие ее у нас в Голоруссии, по крайней мере, не держат. Думаю, в России то же самое. Вопрос. 316-я нету. Чем можно заменить? 304-я. 304-я. Ну, можно, как бы, ну, есть такой вопрос. Во-первых, эта труба должна быть хорошо утеплена. То есть обязательно утепление было. Для чего это нужно? Чтобы она успевала прогреться, и чтобы мы не получили влажного режима в дымоходе, чтобы у нас не было конденсата. Почему 316-ю говорю? Что сейчас, на самом деле, котлов очень много. И мы сейчас обобщенно говорим. Можно наткнуться на такого производителя, что действительно у него очень-очень большой высокий КПД, и очень-очень низкие газы по температуре выходят из котла. То есть буквально там 70-80 градусов. Точка рассеет у нас 60-е, все что ниже. То есть можно даже с утепленным дымоходом не вынести точку росы за дымоход. То есть за его оголовок. И тогда будет все равно конденсат, а с ним справиться только 316-м. Да, совершенно верно. Конденсат тоже такой довольно больной вопрос. Он всегда есть, не будете забывать. Даже в утепленной трубе он есть. Вопрос о его количестве. Да, 316-я, конечно, она лучше. И, конечно, если берете 316-й, мой вам совет, как монтажника берите уже с газоплотной резинкой. Это если уже платите за продукцию, то заплатите там 2-3 доллара, переплатите за газоплотную резинку. Это очень важно. Теперь давайте еще задаем вопрос по промышленным котлам. Есть ли разница между бытовыми и промышленными? Какую нержавейку там рекомендуете? Ну, промышленные котлы, как правило, у нас работают на газе или на дизеле. Однозначно мы рекомендуем там тоже 316-ю марку стали. Но толщина должна варьироваться в зависимости от диаметра. То есть чем больше диаметр, тем толще домоход связан с его непосредственно несущей способностью, чтобы труба там ветровую нагрузку удерживала, механические нагрузки все. Опять же, это 316-я сталь. Объекты эти, как правило, дорогие, и там монтаж-демонтаж стоит зачастую. Сопоставим со стоимостью трубы. Там экономить вообще никак не нельзя. Совершенно верно. То есть лучше, конечно, ставить 316-ю марку. Это такой, с запасом. Это с запасом. Но можно ли ставить 304-ю марку ставить? Я бы не рекомендовал. Большие объекты, там конденсат, он хочешь не хочешь, он есть. Может быть не в таком количестве, чтобы обмерзал там оголовок домохода, но постоянно идет нарастание сосульки там вместе, выхода конденсата, да, если там он никак не подключен. Либо это вообще большой какой-то снежный такой ледяной ком. То есть надо использовать хорошую марку ставить. Да, согласен. Здесь промышленниками нет, но на бытовых можно. На бытовых можно. На бытовых можно, здесь полностью согласен. И здесь, когда вы должны понимать, что 316-я марка, она, как правило, производится под заказ. То есть, возможно, вы 2-3 недели будете ждать. 304-я, я думаю, таких проблем нет, по крайней мере, в Беларуси. Ну, может там неделя из-за того, что из-за сезонности, может быть, неделю вы можете подождать. 05-06, да, без проблем. Стоит ли брать единицу? Да, нет. Здесь лучше уже тогда взять 316-ю подождать, чем взять единицу, но либо 08-ю. Не надо. Примерно вы на те же деньги и выйдете. У нас сроки производства, что 1-го, что 2-го будут одинаковые, ну, реально, кто работает. Ну, я скажу, что по статистике, там, за этот год, даже 316-й и 05-й все равно уходят больше, чем 304-й. Абсолютно. Две линейки одинаковые, выбор предоставляется. Равный тебе, хочешь одну, хочешь вторую. Продажи по 316-й существенно обходят 304-ю. Это круто. В Европе, конечно, 304-ю. Никто там 304-ю вам не ставит. Единственный штандарт по толщине металла, это может быть 0,4, 0,5, 0,6. Здесь да. Главное, чтобы производитель честно писал, толщину металла заявлено. Это точно. Да, потому что бывает такое, что заявляет, например, единицу, а там 0,8, либо 0,9. Это уже, конечно, зависит от самого производителя, от того, как он относится к своему конечному потребителю. Информация должна быть. Информация должна быть, то есть товаром лицом. Не надо ничего скрывать. И рано или поздно любой производитель его выведут на чистую воду. И когда уже начинаются вот эти вот вопросы, то теряете, конечно, свой имидж. Поэтому если вы производитель, не халкуйте. Единица, значит не единица. 0,8, значит 0,8. Ну что, 0,75, значит 0,75, а не 0,8. Все производители запомнили. Да. Ну, это так и есть. Так и есть. Поэтому не надо ничего скрывать. Все тайно становится явным. Хорошо. Перешли дальше. Для топительных приборов, которые работают на дизельном топливе. Однозначно там 316 сталь, потому что дизельное топливо, и конденсат от него довольно едкий. То есть в дизельном топливе и серо содержится, и там азотная кислота возникает. То есть, и как правило, не сухой режим, а влажный. То есть 316 для дизельного это вот прям без исключения. Полностью согласен. Это агрессивная среда. Агрессивная среда. Агрессивная среда. Хорошо. Для отопительных приборов, агрегатов, которые работают на отработанном масле. На отработанном масле, ну как бы, таких аппаратов сейчас, ну по крайней мере, я как бы мало знаю, кто на отработке именно заводских аппаратов, которые выпускаются, которые работают. Чаще всего это самоделка. То есть самоделка, да, принцип конструкции его понятен. Есть экономия, очень сильная экономия именно на самом топливе. Потому что отработка и сама под собой название подразумевает, что это какой-то продукт остался после чего-либо. И здесь очень такой тонкий вопрос. У нас даже случаи были, что вот именно на отработке 316 сталь конденсатор проедает. Получается пикинговая коррозия. С чем это связано? Мы так предполагаем, что, во-первых, в этом отработанном масле содержатся примеси, которые остаются после его использования. Это масло потихоньку, вот, кто-то берет его себе и также отапливаются гаражи, либо какие-то такие бюджетные помещения, которые нужно отопить. И вот на них даже с 316 трубой есть проблема. То есть прогорает. То есть здесь очень тонкий вопрос. Я однозначно не могу ответить. Здесь нужна сталь, наверное, чем толще, тем лучше. Чем коррозистойкость выше, тем тоже лучше. Иначе потребуется ее замена рано или поздно. Да, согласен. Добавлю от себя, как монтажника, скажу так, 430-ку не ставьте. И у меня просто много монтажей. Люди уходят, сами начинают монтировать, потому что я считаю, там, как минимум, это 304-ю считаю. 0,6 единицы тоже такой вопрос. Но эта марка Сталик минимально, 304-ка должна быть, 400-ка не стоит. И поэтому говорю, когда гараж, кто работает в гараже, там, и столов, в первую очередь, и касается, ты начинаешь считать дымоход, когда выходит там определенная сумма, они просто отказываются, потому что хотят сэкономить. Ну, вы понимаете, что вы сэкономили сейчас, через год, может быть, через два, снова уже, это никому неизвестно, труба выйдет из строя. Поэтому 400-ка, не равняйтесь на нее, не надо. Здесь, скорее всего, надо 300-й марку выбирать, и не 201-й. Плюс еще там, к этому вопросу, еще то, что, возможно, газы, которые получаются от продуктов сгорения, у них такая концентрация очень сильная, вот, то есть, нету кислорода в этих газах вообще абсолютно, он возжигается полностью, что очень сильно, ну, негативно влияет на пленку, которая поверху нержавеющей стали находится. То есть, в таких газах очень быстро может разъесться защитная пленка, оксид никеля, там, который, или оксид хрома, который находится на нержавейке, и вот здесь вот коррозия получается. То есть, аккуратно с этими системами нужно. По-любому не 430-я. С газовыми разобрались приборами отопительными, разобрались более-менее с дизельным с отоплением. Так, и мы переходим плавно к твердотопливным котлам. Возьмем сначала бытовые, которые, как правило, это до 40-50 кВт, потому что это, в первую очередь, это видео предназначено для конечного потребителя и не для промышленников. Какую марку стали, какой толщиной вы рекомендуете? Если это бытовой котел промышленного производства, да, то есть не самодельный какой-то, вот, если он работает на дрова, вот, и режим у него такой сухой довольно, можно использовать и 304-ю марку стали. Если это котел, в который мы собираемся подбрасывать там уголь, еще бурый, и который больше работает у нас в режиме длиния, то это однозначно 316-я марка стали, потому что от угля очень редкий конденсат, то есть разъедает сталь довольно быстро. Есть проблемы даже по 400-е серии, которые народ любит там сэкономить, поставить, по ней проблемы есть. То есть конденсат течет, труба забивается, труба оживеет, зачастую видео, которое даже в интернете есть много, смотришь, коррозия наблюдается на трубе, причем обширная, которая не должна быть за тот период эксплуатации, который вот котел на данный момент простоял эксплуатируется. То есть 304-е на дровах допустимое, на угле это 316. Да? А по толщине? По толщине, как правило, эти вещи, то есть отопительные котлы имеют довольно высокий, можно сказать, КПД, и температура на выходе у них небольшая. Если небольшая температура и вовремя мы чистим другую, то можно и 0,5 ставить марку стали. Но по толщине стали, сами понимаете, что чем тоньше сталь, тем чаще у нас процесс. Да. Здесь на эту тему тоже добавлю, со своего личного опыта. Если вы решили поставить 0,5, то продумайте, в первую очередь, как вы будете чистить дымоход. Дымоход должен быть обслужен. У нас в Республике Беларусь это минимум за сезон, то есть осень-весна, дымоход должен очищаться, просматриваться хотя бы. Но если вы используете каждый день, и неизвестно какими дровами, лучше один, либо два раза в месяц. Ну, смотрите, дымоход, это ваша безопасность, это ваша жизнь, не забывайте. Поэтому, когда дымоход, любой дымоход может выйти из строя, неважно из чего он сделан, керамика, там изокерна, там любая марка стали, все они боятся возгорания сажа. Это единственный минус системы дымоудаления. Еще раз повторюсь, не зависит от того, с какого материала он сделан. Поэтому определились на 0,5, чистите дымоход. Чистите дымоход, смотрите за дымоходом, он очень приведет. Почему? Потому что я сторонник того, что все равно поставить единицу, либо 0,8, ну нет, я ставлю единицу, потому что у меня 0,8 в продаже просто нету. Но это минимально должна быть 0,8. По крайней мере, это мои такие рекомендации. Она явно будет стоять больше, потому что это один-два раза может возгорание сажа быть, но пятка, скорее всего, выйдет из строя быстрее. Ну, не скорее всего, она выходит быстрее из строя, чем металл, который более толстый, стенки дымохода. Поэтому, да, это, ну, как бы, никуда не деться. Здесь, к сожалению, чем толще, тем лучше. Так, разобрались с задачами. Пояснить, да, сам процесс нужно, да? Почему, если что, мы будем делать, если не чистить дымоход? То есть, накапливается очень большой слой сажи. Что такое сажа? Это не сгоревший, там, или не до конца сгоревший продукт, да? Он коксуется, он приобретает такую определенную концентрацию, и в определенный момент, когда он нагреется до хорошей очень температуры, он вспыхнет. И вот температура горения этой сажи, да, то есть, которая на трубе, это больше 1000 градусов Цельсия может достигать. То есть, это практически, там, горелка, которая начинает еще воздух очень сильно подсасывать из котла и выкидывать его вверх. И 1000 градусов Цельсия однозначно труба не выдержит. Ее просто начинает коробить, там, ломать, все что угодно. То есть, как правило, после, если у вас произошло даже возгорание сажи, вы обязаны произвести ревизию дымохода, посмотреть его на целостность и убедиться, что конструкция никоим образом не деформировалась. То есть, вот в этом, здесь лучше, конечно, чистить дымоход постоянно. И чем толще, тем меньше вероятность, что при горении сажи у нас дымоход деформируется и выйдет из строя. Совершенно верно. Обязательно должны быть в дымоходах ревизионные карманы, без них никуда. У вас должен быть всегда доступ к дымоходу. Это делается через стройники, элементарно все, никаких проблем нет. И современное топительное оборудование, как правило, они с горелкой уже идут, они не греют уже улицу. Они все тепло оставляют для теплоносителя. Из-за этого большая проблема с появлением конденсата. Температура уже маленькая, точка рассыпи, как правило, вверху, она меньше. Там ниже, там, ну, разная, там, 55-60 градусов, ну, до 60 градусов выделяется, а самих удавленный деятельство начинает лакать. Так, дальше зададим следующий вопрос для, так, а, для билетных котлов. Для билетных котлов можно использовать 304-ю марку стали вполне. Там, ну, там, как правило, конденсата не бывает, так как там принудительный выхлоп идет, стоит вентилятор, вот. И котел работает не в режиме дления, то есть, а через маленькую трубу, через 80-ю, да, но он работает постоянно в интенсивном режиме, в, как бы, хорошо, хорошо прогретой трубой. То есть, да, там может быть сажа там небольшая, вот, но билеты сухие сгорают очень быстро, очень хорошо. Вот, то есть, нету влажного режима, 304-я даже, можно сказать, тоже допустимо. Так, то есть, это мы сейчас говорим по минимуму. В идеале, это все равно 316-я, вот, у нас ответ, к сожалению, такой, там, он может, кому-то нравится, кому-то не нравится, да, но лучше использовать всегда качественную, хорошую сталь. 316-я в этом плане она универсальна. Но на пилетке можно использовать и 304-ю маркустали, но также будет работа. Да? Вот так вот. Это, ну, прежде чем купить дымоход, узнаете, вообще, с чего он будет у вас делаться. А не просто идти на рынок и надеяться на то, что вам продавцы продадут. Как правило, они не продают, они впаривают. Это реалия и на белорусском, на российском рынке, везде, на украинском рынке. Я об этом очень замечательно знаю, потому что я тот человек, который из торговли пришел в монтаж, конечно. И дальше мы переходим на такой, очень важный вопрос, для банных печей. Какую именно? Да, к какой маске стали и, да, и потом еще один вопрос, и толщину, конечно. Банные печи, как правило, сухой режим, вот, то есть это работает, ну, конденсата там выделяется минимум, если, конечно, у вас труба хорошо утеплена. Если вы одну стенку пустили, то он будет все залито конденсатом, однозначно. То есть для банных печей, однозначно, какой бы вы не выбрали марку стали, надо брать толщину минимум 0,8. 0,8 по практике, 0,8 даже хватает за 15 лет, у нас там отказов не было, я повторюсь, может быть, уже. Вот. То есть исходите прежде всего уже не от марки стали, не от ее коррозистойкости, там, кислотостойкости, а от толщины. То есть 0,5, вот вопросы, да, там, в темах, можно ли использовать 0,5 марку стали для банных печей? Ребята, скажу, что нет, нельзя использовать для банных печей 0,5 марку стали. 0,8, дальше по приоритету, значит, самая бюджетная у нас будет 430, и с ней есть, хоть она и стоит там долго, и еще с ней есть вероятность, что возможны будут проблемы. Потому что 430 у нас склонна к охруплению из-за ее химической структуры. То есть со временем труба может лопнуть просто, может прогореть, отслоение у нее больше идет. То есть это, ну, бюджетный вариант, он допустим, но он бюджетный, надо всегда понимать, что с трубой произойдет. Лучше всего это 304 или 316 марки стали. То есть это аустенитная структура, такая уже идет, она менее склонна к охруплению, у нее более мелкие ядра в структуре находятся, то есть не образовываются на границах молекул карбидов никаких, и, ну, дольше она однозначно будет работать. Здесь, да, 430. Смотрите видео, следующее видео, где я пытаюсь со своей точки зрения европейской сертификации доказать то, что вообще 430-ка неприменима для банных печей. Неприменима именно так, но я зайду с другой стороны, говорю, подпишись на мой канал, конечно, вы посмотрите его в следующем видео. Думаю, для кого-то будет полезно и кто-то сделает определенные для себя выводы. Да, для банных печей это очень важно, толщина металла здесь играет роль, толщина именно металла. Но льпятку нет, я не советую, не ваш, с какой марки стали, потому что в плане, как правило, сейчас печи делают таким образом, что огонь может быть и на второй метре у вас, если не поставили шиберную заслонку, проскочить. Прямоточкой вверх. Да, и это очень большое, это огонь, это большая нагрузка, это такие, ну, можно сказать, экстремальные нагрузки, поэтому здесь не экспериментируйте, поставьте лучше по толщине, льпятки даже речи не идет. Да, если бюджет позволяет, то лучше возьмите трехсотную марку стали, если не позволяет, то уже, ну, да, и хорошо, четырехсотную. Коль мы находимся как бы в России, я не знаю, как в Белоруссии обстоят дела, то есть у нас сейчас очень распространено, когда вы приходите в магазин и вам, ну, вот, втирают, грубо говоря, сталь потолще, то есть вы возьмите вот у нас трубу, купите у нас трубу, потому что у нас сталь один миллиметр, нержавеющая сталь один миллиметр. То есть производитель не заявляет марку стали. Чаще всего под этой маркой стали у нас проходит 409-я. 409-я марка стали, но по ней и существует до сих пор вопрос, нержавейка она или не нержавейка. Минимальное значение хрома в нержавеющей стали 13%, в 409-й у нас 11%. То есть о чем это говорит? Она ближе подвинута к черной стали, у нее мало содержания хрома, у нее больше окальнообразования, у нее меньше, ну, ее срок службы в целом, если брать там две одинаковых. Так что мы вот от 409-й стали отказались, мы в производстве вообще никак не используем. И считаем, что ее сталь, она ненадежная. И вот если делать выбор между единичкой 409-й и 430-й 0,8-й, считаем, что 0,8-я гораздо лучше. Содержание хрома там в пересчете на метр квадратный, на килограмм, как угодно, оно больше и температурные характеристики у нее выше. Двумя миллиметрами вы там ничего не выиграете, только возьмете хуже сталь, которая выйдет из строя, возможно, даже быстрее. Или продукцию свою продвигает? Я продвигаю. Да, ну это нормально, да. Мы просто, ну, эксперименты, все. То есть мы продвигаем не меньше тем, те, кто скрывают за маркой стали, да, то есть за этикеткой марку стали и вам вешают лапшу в магазине, что возьмите вот у нас, потому что у нас лучше, у нас толще, чем в другом магазине. Почему никто не заостряет внимание именно на самом продукте, на самом сырье, из которого сделана марка стали? То есть вот это вот как-то обидно. Да, и еще по банным печам, снова же это касается рыночных вариантов, интернет-магазинов, говорят следующее. Ставьте вначале потолще, а выше потоньше. Нет, не верьте, в банных печах температура примерно будет что на втором метре, что на пятом одинаковая. Поэтому никакого там охлаждения трубы в утеплителе, я бы говорил про сэндвич трубу, ее нету. Температура может там пару градусов отличаться, 10-20 градусов, но в ванной тематике, где температура 400-500 градусов, это вообще не актуально. Поэтому не покупайте 0,5-ку ни в коем случае, не надо, не экспериментируйте. Поэтому 0,8 единица, да, окей, проблем нету и желательно, конечно, 300 марки стали. На прямооточной печи вот по замерам запросто 700-700 с лишним градусов можно набрать. То есть даже второй этаж у вас сэндвич нагревается внутри до 500 градусов. Это плевко просто абсолютно. Чуть-чуть побольше открываешь подачу воздуха, зонник, и у вас труба работает как ракета. Так что избежать того, чтобы, да, там, сэкономить, поставить три трубы толстых, а дальше тонких, ну, не всегда это сработает, не всегда это правильно. Поэтому топить с печки тоже банно, их надо правильно, и если уж так бы коснулись, то не должна труба банная разгреваться, вернее, до красна. Это ненормально. Значит, у вас какие-то проблемы либо с печкой, либо с дымоходом, либо с шибером. Не должна. Это все сказывается на долговечности печи, в первую очередь, банной, ну, и, конечно, дымоходом. На этом мы будем свой обзор заканчивать. Есть какие-то вопросы, ответы, пожелания? Я думаю, что обзор довольно большой по времени получился, поэтому больше не будем задерживать, наверное, зрителей, да. Да. Вот, то есть, ну, если есть вопросы у них все-таки, то есть вы можете оставить комментарий, там, написать Дмитрию на почту, чтобы он переадресовал, вот, мы дадим свой ответ. И даже если, наверное, не к нам будут какие-то вопросы, а к любым производителям можно писать на канал, комментарии. Вообще, как производители рады, когда идет обучение народа, идет открытость, то есть, понимание сейчас, в настоящее время, без этого просто невозможно. Так, да, согласен. Пишите в комментариях, только пишите обоснованно, пишите по теме. Скажу так, с вопросом следующей проблемы пишут просто из-за плохого настроения и всякую ерунду необоснованной. Я просто удаляю такие комментарии, как правило, просто телезрителя баню. Я устал отвечать на всякий бред. Поэтому, пожалуйста, пишите по теме то, что вас интересует, на те вопросы, которые вы хотели бы ответить. Потому что, еще раз повторяю, я здесь нахожусь только для того, чтобы показать, как дымоход может выглядеть, как он должен выглядеть здесь. Это популяризация именно дымоходов, из нержавеющей стали. Для того, чтобы потребитель понимал, что не асбестовая труба сейчас решает. Но мы уже 21 веке. Не стальная труба 159, там 115, либо 133 неутепленная. Нет. Есть уже готовые решения, которые надо ставить для своих тепловых агрегатов. Если у вас не позволяет бюджет, я всегда об этом говорю своим будущим потребителям, заказчикам, что лучше подождите там 2-3 месяца. Не спешите. Поднакопите деньги и купите нормальный дымоход. Да, и 430. Вопрос в вопросе, да, покопайтесь. Вопрос в 304, там 300, он такой довольно большой, ну, ощутитивный. Но и 430 тоже имеют право на жизнь, именно когда у вас бюджет ограничен. Все, всем хорошего настроения. Мы пойдем дальше снимать обзоры. Я здесь уже второй день. Конечно, с вами был Дмитрий Михайлов, Комменбай. И Илья, руководитель коммерческой компании первого второго. Спасибо, что досмотрели до конца. Выбирайте хороший продукт. Пока.